Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и сегодня я хочу рассказать про то, как увеличивать губы. Очень много вопросов ко мне по поводу того, что с возрастом у меня губы стали более тонкие, появились кесетные морщины. Подскажите, пожалуйста, как с помощью макияжа можно изменить форму губ, сделать их более пухлыми, и как можно замаскировать кесетные морщины. Поэтому это видео будет актуально для тех, у кого есть такая особенность. Что касается, что такое кесетные морщины? Это морщинки, которые появляются вокруг губ, если вот так вот сделать, с возрастом они становятся более глубокие. Поэтому, когда наносится помада или блеск, есть такая проблема, что помада и блески, они начинают вот в эти кесетные морщинки заползать, и такие вот прямо лучики становятся. Это, конечно же, смотрится неаккуратным. Так вот, есть некоторые рекомендации, сейчас я вам расскажу, вы попробуете, я уверена, будет прекрасный результат. В первую очередь, с чего лучше начать, это небольшой массаж. То есть сегодня, конечно, речь пойдет о том, как это сделать без инъекций. Кто хочет делать инъекции, пожалуйста, сегодня про другое. То есть вот есть у меня вот такая вот баночка, она продается в аптеке. Это серия, прямо, не серия, набор баночек, они разного размера. И самая маленькая, она как раз подходит для того, чтобы делать вот такой баночный массаж каждый день с утра или вечером, как вам удобно, лучше с утра. Для того, чтобы немножечко вот как бы улучшить состояние кожи и придать губам объем. Как это делается? В первую очередь нужно, конечно же, убрать макияж. Это обязательно. Я сейчас воспользуюсь мицеллярной водой и уберу то, что у меня сделан макияж. Это тональные средства, чуть-чуть помады. Губы наливаются просто моментально. Но это не единственный приемчик, который нужно сделать. Убираем декоративную косметику. Сейчас я еще воспользуюсь салфеточкой. Делать это нужно обязательно на такой легкой маслянистой текстуре. Лучше просто взять масло для лица, конечно же. Капаю одну капельку-две на руку и масло наношу вокруг губ. Затем берете баночку и нажимаете ее вот такими движениями. Вокруг губ, не по губам. Можно вот так поводить. Таким образом, морщинки, которые как раз и идут вокруг губ, они разглаживаются. Этот эффект, он накопительный. Рекомендуется делать это каждый день. Потому что только с возрастом они будут глубже. Соответственно, наша задача, что сделать? Сохранить, сохранить то, что есть. И вот таким способом можно избавиться от этих морщин. Делать нужно, без фанатизма. Не надо делать так, чтобы в итоге у вас появились синяки вокруг губ. Поэтому, как только появляется легкое покраснение вокруг губ, все уже на этом мы прекращаем делать баночкой. Приблизительно, это наверное, не более двух минут. Максимум три минуты. Без фанатизма, чтобы у вас не были синегубы. Убираем масло. После того, как вы сделали вот так вот банкой, уже чувствуется такое ощущение, как будто бы вот эта вот часть именно по контуру губы налились. Это действительно будет и ощущение, как внутреннее и внешнее. Вы увидите, что эти морщинки, они чуть-чуть подтаяли. Следующий шаг. Мы убираем масло. Теперь наношу тональные средства. У меня тональный крем на лице есть. Чтобы сейчас это сделать достаточно быстро, я беру просто хайлайтер матовый и буду его, это исталаран, использовать в данном случае в качестве тонирующего средства, чтобы здесь вот выровнять по цвету. Так, небольшое количество пудры. Как классический макияж, который вы делаете на каждый день. Следующий шаг. Следующий шаг. Это специальное средство для объема губ. Это блеск. Выглядит он вот так. Есть во многих марках. Можно озадачиться и реально поискать. Это Too Faced Lip Injection. То есть это средство, которое экстремально и на долгое время увеличивает губы. Выглядит в виде блеска. Вы доносите на центр губ. И чуть-чуть распределяете. Немножечко. Много средства этого не нужно. Немножко можно заехать на контур. По центру, сверху и снизу. Очень важная рекомендация. Старайтесь этот блеск, который дает увеличение губ, не наносить на уголки. Потому что если вы нанесете активно и на уголки губ, сейчас идет реакция, губы наливаются. Такое будет, знаете, как эффект. Вот если поесть такой хороший перченый шашлык с азартом, с удовольствием, то губы потом, после того, как вы его с шампура съели, они становятся такие налитые. Вот сейчас точно такой же эффект даст вот этот блеск. Что это за средство, потом я укажу в чек-листе. Под этим видео вы сможете посмотреть. И если вы нанесете его на уголки губ, то уголки губ, они тоже как бы воспаляются. И в итоге будут, знаете, такие как диатезные губы. Поэтому до самого конца наносить нельзя. И много не нужно, потому что сейчас я еще покажу, как увеличить губы с помощью карандаша и два цвета помады. Помада и блеск. Потому что тут все варианты хороши. Я сейчас покажу. Ну, а вы для себя уже сможете выбрать то, что вам наиболее комфортно, быстро получается и тот эффект, который вы хотите. Я уже чувствую, что губы начинают наливаться. Есть легкое пощипывание, как будто бы лимон или перец. И вот за счет вот этого пощипывания губы будут приобретать, во-первых, цвет. Если вы обратили внимание, они уже становятся по цвету более яркие. И в течение еще 10-15 минут увеличение все будет более яркое, 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 и губы станут чуть-чуть побольше, чем они были изначально. Дальше что мы делаем? Увеличиваем с помощью карандаша для бровей. Я думаю, что он есть у всех. И как же можно увеличить губы карандашом для бровей? Если проставить под нижней губой, вот здесь вот есть такая глубина, ямка. Вот если эту ямку сделать чуть-чуть поярче, то губы как будто бы еще больше станут по вертикали. Смотрите. Вот таким образом. То есть как бы глубина и рельеф станет более ярко выраженные. Поэтому совсем слегка, совсем слегка под контур губ наносим. И пальчиком чуть-чуть растушевываю. Под самый-самый контур. Немножко можно отступить приблизительно 2 мм. Таким образом. То же самое можно делать сверху, но тут вот очень важно, чтобы не нарисовать себе случайно усики. Если есть кисетные морщины, то сверху это делать я не рекомендую, иначе не получится здесь ровно, и получится какая-нибудь грязная, непонятная тень. Достаточно сделать только нижний контур. Губы, чувствую, прям наливаются. Значит, следующий шаг – это увеличение с помощью карандаша. У меня уже есть одно видео, которое вы, возможно, смотрели, как сделать губы больше по вертикали. Чтобы сделать пухлые губы, нужно убрать горизонтали и сделать более активную вертикаль. Убираем горизонталь с помощью корректора. То есть чуть-чуть закрашиваем уголки губ. Вес фанатизма – это буквально где-то 1-2 мм. Таким образом, если губы, уголки немножко опущенные, то мы как раз высветляем и как будто бы немножко стираем вот эти опущенные уголки. Губы становятся короче. Это можно сделать тональным кремом, это можно сделать хайлайтером, убрать горизонталь. И уже карандашом, но цветным, мы делаем контур. Контур я сейчас сделаю натуральным карандашом. Карандаш лучше выбирать стойкий. Стойкие карандаши, как правило, в профессиональных марках большое количество. Поэтому, если у вас помады растекаются, возьмите профессиональный карандаш. В данном случае у меня Манлипро номер L104. И чтобы сделать губы больше, я это делаю по центру. А, забыла сказать. Самое главное, перед тем, как увеличивать карандашом, я воспользуюсь хайлайтером. И вот эту птичку сделаю светлой. Что это дает? Легкое перламутровое свечение над губой свой контур делает ярче. И вот эта белая линия, она визуально как будто бы немножечко приподнимает губы. Снизу делать не нужно, потому что там мы, наоборот, затемнели. А вот чуть-чуть на центр губ этим же хайлайтером можно. Это визуально, опять же, сделает губы более пухлые. Но без фанатизма. Теперь берем карандаш и увеличиваю только вот эту вот верхнюю часть. Увеличиваю на 1-2 мм. Все зависит от того, какой у вас рельеф губ. Если губы очень рельефные, это когда переход такой ярко выраженный, то есть вы замахнетесь там на 3 мм, то это будет очень заметно и карандаш будет отдельно от губ. Поэтому, чтобы это было максимально естественно, стараемся увеличить буквально на 1-2 мм. То же самое нижний контур на 1-2 мм. и только по центру. Посмотрите, что у меня уже с губами. Они уже становятся огромные. После того, как вы сделали контур, обязательно этим же карандашом делаем легкую-легкую растяжку. До уголков губ я даже не дохожу. Карандаш, который по контуру чуть темнее. То, что я высветляла хайлайтер по центру, он дает иллюзию объема. Блеск дает иллюзию объема. Матовая текстура создает иллюзию глубины. Поэтому, когда по контуру матовый карандаш, по центру блеск, это визуально еще больше, как будто бы, ну скажем, выворачивают губы, и они становятся более объемные. Еще хочу показать, как пользоваться помадой. Точнее, помада, которая стойкая. Стойкие помады, они бывают вот в такой упаковке, как блески. Стойкая помада, она чаще всего такая достаточно мягкая, кремовая. И ей очень легко можно смоделировать форму и нанести. Но здесь уже очень важно уже наносить не тем аппликатором, который прилагается, а лучше это делать кисточкой. Следующий шаг, это блеск. Блеск, он смягчает губы и делает помаду более устойчивой. Как это делается? Вы берете помаду и наносите на руку. Помада у меня холодного оттенка. Здесь еще очень важно, какие вы выбираете цвета. Холодный цвет визуально создает иллюзию глубины, а теплый цвет, наоборот, он смотрится как выступающий. Поэтому сейчас по контуру я сделаю цвет губ холодный, а по центру я сделаю цвет губ теплый. И таким образом я добьюсь еще большего объема. Помаду нанесла на руку. Беру кисточку для губ. Кисточка для губ проверяется по качеству таким образом. Вы берете и вот так вот нажимаете на нее слегка. Если она полностью сломалась и у вас вот это железное основание дотрагивается до кожи, то кисточка очень мягкая и у вас не получится хороший результат. Поэтому должен согнуться только чуть-чуть хвостик. Вот так вот проверяется упругость кисточки. Наношу, набираю точнее, на кисточку помаду и делаю контур. Я дублирую карандаш. Растушеваю. На центр губ я пока не заезжаю. То же самое снизу. Нанесли только по контуру. Чтобы сделать более четкий рисунок, в этом случае мы опять берем хайлайтер, который используем для глаз. В принципе, это универсальное средство для чего угодно. Набираю небольшое количество, то есть у меня на кисточке очень мало средства. И это как стирательная резинка. Делаю контур губ более четкий. Смотрите, видите, я здесь и карандашом не прокрашивала, ни помадой не прокрашивала. Я здесь только сделала хайлайтером матовым. И в итоге получается контур более четкий. Смотрите-ка, насколько огромные губы. Конечно, это я просто показываю, как делать. Тут вы уже сами выбираете, готовы ли выходить с такой формой. То же самое верхний контур. Чуть-чуть подправили. Следующий шаг, это блеск для губ. И блеск для губ у меня идет теплого цвета. Такой персиковый. И наношу я его только на центр. Я блеск не распределяю по всему губам, а только по центру, не залезая на контур. Вот здесь вот очень важно соблюдать вот эти тонкости. Объясню почему. Потому что все матовое создает иллюзию глубины. Все блестящее создает иллюзию объема. Поэтому очень важно правильно распределить эти акценты. Все холодное, я имею в виду цвета холодные, они воспринимаются как отступающие. Теплые воспринимаются как выступающие. Получается, что по периметру у меня матовый контур и холодный. Помада матовая и холодный оттенок, что будет больше создавать глубину именно по контуру. По центру блеск персикового цвета. Теплый цвет смотрится как выступающий, блеск смотрится как выступающий. И вот получается, что и текстура, и цвет все работает для того, чтобы создать иллюзию объема. Плюс, конечно же, непосредственно сам блеск, который очень круто надул губы. Плюс небольшой массаж банкой, которая по периметру разглаживает кисетные морщины. Вот если все эти технические моменты соблюдать, то губы, конечно, становятся аж в два раза больше. Посмотрите, какие они. Вот тут самое главное не перестараться. Особенно тем девушкам, у которых носик немаленький. Потому что, если не соблюдать пропорции, и это можно сейчас увидеть огромное количество, когда делают губы с помощью инъекций, не соблюдать пропорции, то это нисколько не украшает женщину. Наоборот, полные губы, особенно когда объем еще идет в нижней части, вот так вот, то это визуально придает возраст. Поэтому, чтобы был объем, но при этом вы не преувеличили себе несколько лет, очень важно, чтобы уголки губ и нижняя часть, она была аккуратненькая и реально чуть-чуть как зауженная. Чтобы губы смотрелись полной, в большей степени по вертикали. И уголки губ, они как будто бы должны немножечко, как легкая улыбка. Если уже есть изменения возрастные, губы смотрят вниз, вот очень важно избавиться вот от этой линии и сделать их короче, как я вам только что рассказала. И весь фокус переходит сюда. По-моему, просто огромные губы. Я даже не знаю, нравится мне это или нет. Здесь на любителя это ваш выбор. Если вам не хватает немного объема, вот такими подручными средствами буквально 5 минут и у вас достаточно объемные губы. Ставьте лайк, если вам понравились рекомендации, вы узнали что-то для себя новое. Все то, что я сейчас использовала, я подробно опишу в описании под этим видео. И есть много аналогов. Это не обязательно именно этого, этой марки что-то приобретать. Вы можете похожие средства приобрести и в других марках. То есть я вам даю как рекомендация, а дальше, исходя из того, в какой стране вы живете, в каком городе, какие марки у вас представлены, вы уже сможете найти что-то похожее. Спасибо за внимание. До новых встреч.